Как южнокорейцы борются с использованием смартфонов на дорогах, за что Ангелу Меркелю достойли премии и когда вокруг Марса начнет летать вертолет. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Самая мощная модификация ракеты Falcon 9 стартовала с космического центра Кеннеди на острове Мерит. Она вывела на орбиту бангладешский спутник, чтобы обеспечить в стране связь, телесигнал и работу интернета. Эта модель ракеты лучше остальных приспособлена для многоразового использования. Ее первая ступень успешно приземлилась на баржу через 8 минут после старта. НАСА планирует отправить на Марс вертолет. Это будет первый случай использования летательного аппарата на другой планете. Ученые спроектировали машину специально для балетов в разряженной атмосфере, плотность которой на Красной планете в 100 раз меньше, чем на Земле. Винт этого вертолета вращается со скоростью в 10 раз быстрее, чем обычных. Размер новой разработки соответствует небольшому мячу и весит она около 2 килограммов. Аппарат должен исследовать территорию Марса, куда не могут добраться марсоходы. Миссия запланирована на 2020 год. Блокировать мобильные телефоны во время ходьбы придумала Южнокорейская комиссия по телекоммуникациям. Она внесла изменения в приложение, которое создано для предотвращения дорожных аварий. После пяти шагов смартфон пользователя блокируется. По данным Министерства внутренних дел Южной Кореи, количество ДТП во время использования мобильных возросло вдвое. Канцлер Германии Ангела Меркель получила премию Ордена францисканцев. Лампаду мира ей вручили в итальянском городе Асизи за вклад в процесс примирения с целью мирного существования народов. Фрау Меркель заявила, что будет хранить награду на рабочем столе. Лампада мира принадлежит святому Франциску Асизскому. Лауреатами этой премии были президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, бывший президент СССР Михаил Горбачев и папа римский Франциск. Самая дорогая коллекция произведений искусства. Состояние американского миллиардера Дэвида Рокфеллера ушло с молотка за 830 миллионов долларов. Чтобы продать более полутора тысяч картин, скульптур, предметов античной мебели и фарфора, аукциону Кристис понадобилось несколько дней. Заявки поступали из США, Европы и Азии. Все вырученные от продаж деньги, согласно завещанию Рокфеллера, пойдут на благотворительность. Ювелирные украшения из частей тела кукол Барби. Уже 20 лет создает вот эта американка из Нью-Йорка. В коллекции Марго Ланш есть серебряные сережки со вставками из глаз Барби, или браслеты, сделанные из ее рук. Главный материал – куклы. Ювелир покупает на барахолках и секонд-хендах. Стоимость таких украшений – от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.